Губернатор Евгений Куйвышев 1 мая возглавил колонну на демонстрации в честь праздника весны и труда и принял участие в торжественном митинге. В этом году первомайская демонстрация в столице Урала имела интересную историческую особенность. Во главе шествия было знамя Свердловской области времен советской эпохи с двумя орденами Ленина. Эти награды, трудящиеся Среднего Урала, получили за свои трудовые успехи в 1959 и 1970 годах. В преддверии праздника областные профсоюзы обратились к руководству региона с просьбой в год юбилея победы пронести почетное красное знамя и высшие награды советского времени, на что получили согласие. Многотысячный митинг поприветствовал губернатор Евгений Куйвышев. Лидер Свердловской области подчеркнул, что итоги прошлого года и первого квартала 2015-го позволяют рассчитывать на сохранение позитивных тенденций в экономике Среднего Урала. В Свердловской области живут и работают настоящие труженики, мастера своего дела. Во многом, благодаря вашей добросовестной работе, любви к родному краю, Свердловская область крепко стоит на ногах. Развивается и устойчиво, и уверен. Мы гордимся успехами наших предприятий, заводов и фабрик, которые непростое для экономики время находят в себе силы мобилизоваться на успех. И сегодня наши предприятия показывают хорошие результаты. Глава региона также отметил, что в Свердловской области майские указы президента России и все областные программы, направленные на повышение качества жизни уральцев, реализуются. Особенно важно, что на рынке труда сохраняется стабильная и контролируемая ситуация. День весны и труда встретили и новоуральцы. 1 мая в городе наступило почти настоящее лето. Жаркая ясная погода лишь способствовала тому, что люди массово пришли на праздничные мероприятия. Открыло 1 мая торжественное шествие колонн трудящихся на Центральной площади. С каким настроением новоуральцы вышли на праздник, что пожелали горожане друг другу в этот весенний день и что сегодня для горожан символизирует дата 1 мая, расскажет Альбина Бабкова. Праздник весны и труда. Другие названия – День международной солидарности трудящихся 1 мая – отмечается в 142 странах мира. Как бы его ни называли, для многих 1 мая традиционно символизирует возрождение природы и приход весны. На Новоуральске участниками Первомайского шествия стали более 5000 человек. Маршрут по уже сложившейся традиции пролегал по улице Ленина – от перекрестки с улицы Толстого до Центральной площади. На площади перед Красным домом демонстрантов приветствовали глава Новоуральского городского округа, чиновники администрации, депутаты городской думы, руководители крупногородских предприятий, ветераны. Уважаемые жители города Новоуральска, уважаемые работники Уральского электрохимического кабинета, «Светлый праздник – 1 мая. Традиционно мы собираемся на площади, идем в демонстрации плотными рядами. Это зачем? Для того, чтобы показать, что мы едины, что мы верим в светлое будущее, что у нас будет все нормально. Поэтому только так, а не иначе мы можем доказать свою мощь, свою целеустремленность, свою значимость. Поэтому я всех от души поздравляю с этим светлым праздником, желаю всем крепкого здоровья, счастья, мирного неба и всего самого лучшего». Среди участников праздничной демонстрации представители самых разных профессий из всех предприятий и организаций города. И, конечно, движущая сила, стоящая на страже интересов каждого работника – территориальная организация профсоюза Новоуральска. «Я думаю, как раз та идеология, которая была заложена в Советском Союзе, она сегодня возродилась. Люди также хотят единения, солидарности. Они также демонстрируют то, что труд должен быть уважаем, что молодежь без будущего, Россия без будущего, уважение к ветеранам, зарплата, занятость – это главные лозунги профсоюза всегда были и остаются. А на самом деле люди сегодня выходят, Первомай у нас сегодня теплый, хороший, чтобы проявить свою солидарность, чтобы показать свое единение и просто отпраздновать семьями, родными, знакомыми, друзьями, коллективом всем. С хорошим настроением люди вышли, мы этому очень рады». Плакат одержал едва ли не каждый участник шествия. Больше было только искусственных цветов и разноцветных шаров. В целом Первомайская демонстрация на Центральной площади прошла под лозунгами «Победы, единение и стабильность». Ее основными девизами стали «Май трудовой, май победный», «Триза», «Зарплата», «Занятость», «Законность» и «Росту цен», «Удвоение зарплаты». «Дорогие друзья, сегодня прекрасный день, Первого мая, все благоволит нашему общему празднику, чтобы мы собрались вместе, посмотрели друг на друга, порадовались, улыбнулись, хорошему настроению, хорошему дню, так что здорово, сегодня настоящий праздник». «Уважаемые горожане, поздравляем вас с Первым маем. Дружбы, любви, верности, достойных зарплат, достойного будущего нашим детям». «Мы поздравляем всех наших горожан, наших детей, родителей, бабушек и дедушек, всю-всю-всю работающую молодежь с этим замечательным праздником. Всем желаем мира, любви и всего-всего самого наилучшего». «Напоминание о старом, когда было веселее намного. Вот что сегодняшний праздник. Ну, сегодня он вынужден, но уже народ привыкает. Поэтому радостно, приятно и желаю вам здоровья». «Горожане, поздравляю вас с праздником всех. Здоровья вам, удачи, любви». К праздничному шествию примкнули и студенты, и ветераны, и представители молодежных организаций, а также другие граждане города, представляющие различные общества и партии. «Это всегда праздник, говорят, праздник весны, праздник трудящихся. Ну, как говорят, мир, труд, май, а для садоводов июнь, июль, август». «Я думаю, что идеология, она совсем другая, но тем не менее, вот эти праздничные шествия, они повторяют то, что было хорошего при социализме». «В это такое единение, мы все в такое, это самое, прямо, знаете, как бы вам сказать, ну, приятно увидеть всех своих знакомых, и вообще настроение, и что ты еще, как говорится, живешь и радуешься, и погоде, и всему, и что мы все вместе». «Мы переходим в лето, а тут мы встречаемся со всеми друзьями, товарищами по работе. Вот самое главное в этом». «Конечно, сегодня большой праздник, всех на уральце, с праздником первого мая, с праздником весны, всем счастья, здоровья самое главное, и теплых-теплых дней». «Объединение народов, мир, труд, май, всех с праздником, всего хорошего, мира, главное во всем мире». «Ну, чтобы у всех все было замечательно, и всем было радостно в этот и в следующие дни». «Первомай» наполнил сердца новоуральцев теплом весеннего солнца. Но тот большой эмоциональный заряд, который этот праздник несет в себе, связан не только с ощущением весеннего пробуждения природы, но и с восприятием первого мая как общего торжества, сплачивающего всех россиян. Альбина Бабкова, Дмитрий Дедюхин, Антон Пылаев. Новоуральская вещательная компания.